всем привет мои хорошие меня зовут елена галант и я очень рада вас приветствовать на своем канале сегодня у меня один из моих любимейших форматов одна вещь много образов сегодня мы будем с вами говорить об одной юбке который я купила в магазине h&m настолько в нее влюбилась что решила для вас создать три разноплановых разных образов с одной этой юбкой а еще мы с вами немного поговорим как миксовать принты и как носить юбку в зимних образах так что оставайтесь со мной дальше будет много всего полезного и так у меня для вас одна юбка средней длины черная мелкий белый горошек это идеальный принт для того чтобы составлять зимние образы потому что в нем много черной краски а значит он гармонично смотрится на улицах холодного города и так это юбка h&m но как всегда в своих образах и как всегда в своих видео подбираю вам много различных альтернатив так что если вам не доступен h&m я оставлю много полезных ссылок где можно найти подобную юбку в различных ценовых сегментах а мы с вами смотрим мой первый образ и вкратце хочу про него рассказать я использовала трендовый современный трюк взяла очень удлиненный свитер и создала с ним образ которым верхняя часть сильно удлиняется по отношению к нижней части то есть вы увидите всего лишь небольшой подол этой юбки и даже по подолу вы увидите какой необычный крой у этой юбки и асимметричные рюши я взяла обычные лоферы которые можно было бы носить и летом и надела их с плотными черными колготками образ смотрится гармонично из-за того что лоферов тоже присутствует черный цвет образ я бы сказала но не экспериментальный но необычный я понимаю что возможно некоторым из вас он и не понравится но современная мода прежде всего про самовыражение про свой собственный стиль поэтому не бойтесь экспериментировать и не бойтесь использовать нестандартные трюки и так все смотрим мой образ номер один и и и и и и и и и Мой образ номер два, я решила добавить немного цвета. Я использовала осенний оттенок оранжевого цвета, такой тыквенный, насыщенный, хороший оранжевый цвет. Обратите внимание, трендовый лого ремень очень здорово смотрится и на юбках, и на легких юбках, потому что если у вас есть легкие юбки или, возможно, платье, обязательно попробуйте носить их с ремнями. Не обязательно, чтобы это был дорогой ремень Гуччи, возможно, это будет просто хороший кожаный ремень. Я в образе буду использовать свою черную сумку, которую я недавно купила в виде ведерка. Я, кстати, до сих пор очень довольна ей, очень советую, оставляю ссылку на эту сумку и на всю одежду, которую вы видите в этом видео в инфобоксе. А мы смотрим образ так, как он у меня получился. Надеюсь, он вам понравится. КОНЕЦ И последний образ в этом видео, этот образ, в котором я стою сейчас перед вами, это мой самый любимый образ в данной подборке, потому что я люблю миксовать принты. В данном образе я миксую три принта, и этот микс здорово смотрится именно по той причине, что все они, во-первых, из одной группы, они все геометрические, клетка, полоска и горошек, а во-вторых, они все с преобладанием черного цвета. То есть, если вы обратите внимание и смотритесь, в каждом из этих изделий преобладает черный фоновый цвет. А еще этот микс смотрится хорошо именно благодаря тому, что черный – это зимний цвет, поэтому, скажем так, если бы принты были белые или розовые, конечно, на улицах зимнего города они бы смотрелись не так интересно. И, кстати, в последних двух образах я использовала свои новые, тоже трендовые, ботильоны-носки. И обратите внимание, что они очень здорово сужают ножку, делают ее более аккуратной. Один минус у этих ботильонов – их тяжело снимать после длинного рабочего дня. Но если вы можете простить им такой недостаток, то обязательно подумайте о том, чтобы купить эти трендовые ботильоны в этом году, потому что, надевая их с плотными черными колготками, создается эффект, как будто это высокие сапоги или даже ботфорды. Я считаю, что это очень хороший выход из ситуации, если вы не хотите себе покупать дорогие черные кожаные ботфорды. Смотрим мой образ номер три с миксованием принтов. Это были три образа с использованием одной юбки. Напоминаю, что в инфобоксе у меня много полезной информации. Я подобрала для вас много ссылок на похожие юбки, которые вы можете купить в различных ценовых сегментах, у различных брендов. И напоминаю, что все вещи, которые были использованы для создания этих образов, на все эти вещи есть ссылки, опять же, в инфобоксе. Я надеюсь, что это видео вдохновило вас на то, чтобы носить юбки и осенью, и холодной осенью, и, возможно, даже зимой. Обещаю вам снять еще видео, в котором я буду показывать платье и юбки уже в настоящую зиму, когда она придет в мой город. Напоминаю вам, что не забывайте ставить лайки этому видео, если оно вам понравилось, и подписываться на мой канал, чтобы не пропускать мои видео. Все, всем солнечного дня, хорошего настроения.